В Анапе общество «Динамо» существует с марта 2016 года. Оно объединило представителей коллектива в шести организаций Анапы и Темрюкского района. 12 мая стартовала первая спартакиада местного «Динамо», в программу которой вошли соревнования по шести направлениям. И вот пришло время подвести итоги. Всех собравшихся со знаменательным событием поздравил первый заместитель Краснодарской краевой организации общества «Динамо» Пётр Соколов. Так держать, развивайтесь, проводите больше мероприятий, желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго. Интересный экскурс в историю «Динамовцев» в своей речи провел заместитель главы Анапы Сергей Козлов, подчеркнув, что его задачей всегда было и остается развитие спорта и боевой подготовки. Благодаря «Динамовцам» у нас начал развиваться спорт. И задачей это было, прежде всего, развитие спорта и боевой подготовки, прежде всего, наших силовых структур. В 1937 году за развитие спорта «Динамовцам» было присвоено орден Ленина. Это заслуга всех «Динамовцев». Мы знаем своих героев, знаменитых спортсменов. Это тот легендарный Яшик, борец Карелин, Людмила Турищева. Это наш замечательный бегун, биатлонист и на длинную дистанцию. Это видение. «Динамовцам» — наибольшее количество олимпийских наград. Наград чемпионата мира и Европы. Свыше 700 медалей. Праздник продолжили церемония награждения победителей и призеров спартакиады, а также яркая концертная программа. Свои номера «Динамовцам» подарили творческие коллективы Института береговой охраны ФСБ России и Анапского отдела МВД. По результатам соревнований на третьем месте оказался отдел МВД России по городу Анапе. На втором — войсковая часть 11-380. А лидером в итоге стал Институт береговой охраны ФСБ России. «Динамовцам»